Военное сотрудничество Украины и Запада выходит на новый уровень. 2024-й стартовал с передачи нам действительно уникального оружия. Для того, чтобы сбить шахет, необходимо 1-2 боеприпаса. Новейшая система ПВО, которых нет еще ни у одной армии мира, теперь на вооружении ВСУ. Он прикрывает города, объекты важные, а также непосредственно даже комплексы тоже ПВО. Генеральный директор немецкого концерна Rain Metal официально подтвердил, первая батарея комплексов Skynex уже защищает небо над Украиной. Что это за системы, какие цели они способны сбивать и почему их уже прозвали убийцей дронов? Об этом в сегодняшнем арсенале. Впервые весь мир увидел, как работает Skynex в боевых условиях в конце ноября прошлого года. Тогда Киев отразил одну из наиболее массированных атак дронами за все время полномасштабного вторжения. Позднее в воздушных силах сообщили, что насчитали 75 дронов типа «Шахет», которые запустили по Украине. Количество сбитий тоже было рекордным – 74 из 75. При этом больше половины всех беспилотников было направлено непосредственно в зону ответственности комплексов Skynex. Произошла самая массированная атака «Шахетами» за последнее время в Северной оперативной зоне. Всего было сбито 55 беспилотных летательных аппаратов. Из них 28, а это 53% мобильными огневыми группами. Тогда официальных заявлений, что это было за чудо ПВО, не последовало. Аналитики сошлись на том, что столицу защищала установка Skynex. Однако тогда речь, если и шла, то о единичных экземплярах. Сейчас же в СУ получили целую батарею. А это командный пункт, радиолокационная станция и четыре пусковых установки. Эти зенитные комплексы — новейшие разработки немецкого оружейного концерна «Ренметал». Официально они были представлены лишь за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. Системы ПВО еще даже не успели поставить на вооружение самой Германии. И Украина — первая страна в мире, которая получила Skynex. Они эффективны против дронов, БПЛА, низколетящих крылатых ракет, любых объектов, которые находятся в режиме дозвукового полета и на небольших высотах. В этом и сама суть малого радиуса действия эшелона. Он прикрывает города, объекты важные, а также непосредственно даже комплексы тоже ПВО среднего и большого радиуса действия. Пушечный модуль оснащен радаром наблюдения X-Band, который использует принцип автономного поиска сектора стрельбы. По сути, установка автоматически в режиме 24 на 7 выслеживает цели буквально в 3D-проекции. Учитывая, что россияне с недавних пор используют дроны черного цвета, эта функция становится особо актуальной. Ведь увидеть темное пятно на фоне ночного неба очень непросто. А вот радары не пропускают ни одной движимой воздушной цели в радиусе нескольких километров. Если же цель начинает маневрировать или прятаться за холмами и деревьями, как это часто делают шахеды, то комплекс может применить собственные дроны-разведчики. Они подымаются выше зоны действия радара и передают информацию, куда нужно вести огонь. Они вооружены 35-мм пушками. Они работают в автоматическом режиме. И у них применяются так называемые программируемые снаряды АХЭД и 35-мм. Дальность стрельбы такими снарядами до 4,5 километров. Но для того, чтобы сбить шахед, необходимо 1-2 боеприпаса. Скорострельность этого орудия достигает тысячи выстрелов в минуту. А учитывая точность, автоматизированную систему прицеливания и введения огня, промах фактически исключен. Учитывая, какими снарядами ведется огонь, успех практически неизбежен. На испытаниях Skynex умудрился одним выстрелом сбить целый рой из 8 небольших беспилотников. С такими показателями немецкая установка способна уничтожать несколько сотен воздушных целей менее чем за минуту. Что позволяет с уверенностью заявить, ни одна группа авиации, либо рой беспилотников не способен пройти зону поражения Skynex и уцелеть. РЛС постоянно отслеживает шахед. Радиолокационная станция определяет точку встречи снаряда с шахедом и, соответственно, программируется снаряд, перед выстрелом программируется снаряд на определенную дальность. И снаряд, подлетая к шахеду, он взрывается, создавая сплошное облако осколков, через которое проходит беспилотник. Неважно, это шахед, ланцет, это орлан, там, неважно. Что же касается вертолетов и самолетов, то в случае более высокой траектории полета их уничтожение возможно с помощью ракетного комплекса, который также устанавливается на Skynex. Ракеты для этого комплекса разрабатывались отдельно – DNL Cheetah Sea Ram. Совершенно новый боеприпас с собственным радаром. Наведение осуществляется через набор датчиков, установленных непосредственно в боеголовке. Стрельба возможна на расстоянии до 6 километров, что позволяет сбивать практически любой тип низколетящей воздушной цели. Он также играет роль против ударных вертолетов, очень низколетящих самолетов и второстепенную роль в отношении наземных целей. Стреляемые боеприпасы представляют собой 35-мм боеприпасы, которые широко используются в зенитных орудиях серии GDF. Также на комплексы возможна установка лазерных пушек Airlicon. Словом, как и большинство западных орудий, Skynex – это универсальная платформа, на которую можно устанавливать довольно разнообразное оружие. Кроме оружия, в Skynex есть возможность дополнительной установки усиливающих модулей. К примеру, для использования комплекса в зоне боевых действий в установку ПВО интегрируется модуль дистанционного управления. Тогда боец не рискует быть убитым ответным огнем и работает из укрытия. Также присутствует возможность одновременного контроля нескольких орудий или при необходимости установки дополнительных радаров. Задача перевозки данного оружия решена в двух вариантах. Пусковые установки на колесной базе называются Skynex на гусеничной Skyguard. Техника способна развивать скорость до 60 км в час с запасом хода до 1500 км. Будучи быстрым и маневренным, и при этом имея возможность защитить самого себя, Skynex практически неуязвим. А современная композитная броня в некоторых случаях позволяет выдержать даже выстрелы с танка. Уникальные качества Skynex позволяют применять его как на поле боя, так и в тыловых городах Украины. К слову, согласно подписанным контрактам, весной Украина ожидает вторую батарею этих комплексов, что позволит дополнительно прикрыть километры нашей территории. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поставить лайк этому видео. Еще больше интересных фактов об оружии и военной технике уже в следующих выпусках «Арсенала». Субтитры создавал DimaTorzok